Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Ты показывал фокус, когда складывал одну бумажку, складывал ее в уголочек, рвал большой лист, затем я как-то его хитро взял и расправлял большую бумажку. В школе это производило просто... Ты маг, ты чудо... Да я сейчас завороженно смотрю, как это возможно. Чем вообще можно... Вот не снижается ли градус вот этого ожидания чуда из-за технологий? Вот не сложнее ли работать фокусником из-за того, что технологии сами по себе вот уже какие-то творят чудеса вокруг? Знаете, от избытка информации, наоборот, это стало легче. Если мы возьмем... Мы заметили такую очень странную закономерность. Для первоклассников показывать фокусы гораздо сложнее, чем для восьмиклассников. Вы не верите, но это факт. Потому что они более пытливые, у них не так много еще информации. И они смотрят, и знаете, очень часто они даже говорят правильно. А вот если, допустим, восьмиклассник или взрослые люди, вот там, как чисто есть, удивляй свое удовольствие. А с чем это связано? Что множество проблем, внимание рассеянно или просто готовность удивляться и радоваться? Я думаю, что у людей, у них уже больше проблем. И они уже не так фокусируют, как дети. Дети фокусируют прямо на шоу. Они никуда не отвлекаются, маленькие дети. Потому что у нас вот было в одной школе выступление первый, второй, третий и, по-моему, шестой и седьмой класс. Самое легкое мнение было для шестых и седьмых классов. Для первоклассников это было что-то с чем-то. Мой коллега показывал, они пилили все чудеса. Ну, то есть, получается, что они не верят в чудеса или они пытаются разоблачить все время? Да, да. Они пытаются разоблачить и они пытаются найти ответ. У них это вот очень сильно развито. Им нужен ответ. А взрослый человек, им уже не хочется об этом думать. Они просто наслаждаются. Просто наслаждаются моментом. Развлеките меня. А эти мелкие такие детскими путливыми умишками. Ну, как это работает? А у вас спрятана, да, там, тетенькая, там, голубь в рукаве. Там что-нибудь сразу, там, начинают, там, пытаться разоблачивать. Да, они сразу не боятся. Да, да, да. Они сразу говорят, что вижу, как говорится, то пою. И они сразу это говорят. И на самом деле для такой публики очень полезно работать. Потому что тогда ты понимаешь, насколько ты хорошо работаешь. Если на шоу они не смогли найти правильный ответ, значит, ты делал все идеально. Ну, и такой печальный вопрос. И когда же последнее живое выступление было? Ой. Ну, кто-то должен был задать этот вопрос, извините. Я, да, я плохой. Я, да, я плохой. Такое живое выступление? Ой, знаете, ну, в прошлом году, конечно, сейчас-то так вот живое выступление, это невозможно. Но есть надежда, что вот взмахнешь волшебный палочек и скажешь, там, трах тебе дох, там, коронавирус, уходи. Да мы каждый день это говорим, трах тебе дох, коронавирус. Не прекращаем. Это не к волосникам, это к магам, которые облака разгоняют. А мы всего лишь создаем удовольствие для зрителей. А вот вы сказали, что первоклассники, вот дети, они все требуют разоблачения чудес. Вот эти, я помню, что в детстве очень любил читать, по-моему, в журнале «Техника молодежи», там были какие-то рассказы про фокусы, ну, каких-то таких вот для молодежных журнальщиков, там всегда, вот насчет разоблачения фокусов, вот сейчас следите ли вы за коллегами, как это вот происходят новые какие-то вот интересные трюки, можно ли что-то еще новое изобрести во всей этой иллюзионистической магии? Ну, вы знаете, основы, они как в музыке. В музыке семь нот, но кто как сыграет. В нашем жанре то же самое. То есть у тебя есть база, и дальше, пожалуйста, твори, удиви, потому что по большому счету есть четыре основных позиции. Это появление, исчезновение, трансформация и манипуляция. То есть вот эти четыре слона, на которых и держатся... Вот сейчас происходит исчезновение. Да, вот как раз немножечко так. Елена, вернитесь к нам. Что с сигналом? Необходимы манипуляции. Переходим к четвертой стадии. Часто ли вообще иллюзионисты продолжают ли распиливать женщин на сцене? Ну, вот в моем детстве это был самый, наверное, популярный, такой зрелищный трюк. В моей практике у нас нет такого иллюзиона, как распиливание. Это такой очень запоминающийся почему-то трюк. Но в нашем репертуаре этого никогда не было. Хотя вот такого что-то похожего, трансформация, то, конечно, есть, что когда я захожу в иллюзион, и потом он раздвигается и протыкается трубами, и тогда получается, ну, что-то вроде типа распиливания. Но вот такого вот классического распиливания мы не делаем. Вот в моей молодости самым популярным иллюзионистом был Дэвид Копперфильд. Хотя потом я читал о том, что, в принципе, как иллюзионист, он, может быть, не был самым лучшим, просто он ухитрился создать себе вот какой-то образ, легенду, вот какой-то внешний лоск. Вот насколько здесь, и это тоже имеет значение, вот сочетание умения и умение преподнести себя. Вот иногда бывает, что даже какой-то старый запыленный нафталиновый трюк, он в новой какой-то вот оберточке яркой, цветной, производит просто новое впечатление. На самом деле не важно, какой трюк ты показываешь, а важно, как. И у нас есть реальный случай. Когда мы только начинали, мы брали, так как информации не было так много, мы брали с журналов, вот на последней страничке журнала «Юный техник» был фокус. И вот оттуда мы взяли один трюк, сделали его и начали показывать. Со временем мы его улучшили. И на самом деле секрет настолько прост, что публика так на него реагирует. И я помню, я еще с супругом говорил, он говорит, ну он такой простой, говорит, как-то уже неприлично показывает, мы что-то мастера. Я говорю, ну ты посмотри, как публика реагирует. И им все равно, ты взял нового техника, или же ты годами делал манипуляцию и показываешь, а зритель разницы не видит. Главное, чтобы они оставались довольны. Этот трюк я до сих пор показываю, потому что публика приходит в воскорг, и они вместе участвуют. Я приглашаю зрителя на сцену, и это получается целое шоу. Я думаю, что это важнее, чем сложность. Вот у нас тоже, вот мы можем сейчас пригласить слушателя, ну не на сцену, но в эфир. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я хочу поддержать вашу гостью тем, что мне 76 лет. Всю жизнь нас водили в цирк. И в школе в 11 классе, и все. И мне всегда это фокусы, все нравились. И всем нам тоже. Это же праздник, это же интересно. И я никогда не любила разоблачения. Это не то, что интересно, но такое впечатление, что это кто-то со злости. Вот он завидует человеку, у него не получается, он и начинает разоблачать. Еще раз поддержку вашей гости. Спасибо. И ждем ее уже в зале. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Я, кстати, согласен. Все эти разоблачения, они разочаровывают. Да, конечно, любопытно, как это происходит, но есть вещи, которые лучше не знать. Чтобы оставался вот этот флер какой-то и обман. Меня, да, обманули, это так здорово. Я обманываться рад. И сам обманываться рад. Совершенно верно, как у нашего всего. Елена, пользуясь случаем, хочу задать такой вопрос. Помните, наверняка, фильм Нолана «Престиж», он еще и «Люди» назывался, там Хью Джекман, Кристиан Белл и кто там только не играл. Вот это вот самоотречение, посвящение всю жизнь два брата играли роль одного человека и только ради одной цели, чтобы быть лучшими. Это действительно свойственно этой профессии? Или легкое художественное преувеличение? Да, нет, вы знаете, иллюзионисты, они готовы на многое ради своей профессии, потому что это люди, ты не можешь быть иллюзионистом, если ты не любишь эту профессию. Потому что ты должен войти внутрь и жить этим. Если ты не живешь, ты не можешь показывать фокусы. Поэтому, в принципе, то, что указано, вот мы всегда, когда смотрим фильмы про иллюзионистов, на самом деле они нашу профессию поднимают на высокий уровень. Но в жизни, конечно, все попроще. Нету таких вот страстей, как в кинофильмах. Так, 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 так. Начинается вот это разоблачение секретов. Не надо. Остановитесь, пожалуйста. О прозе жизни, о бытии иллюзионистов. А для меня, наверное, один из самых удивительных трюков, которые вот Елена с вами провести, вот как трансформироваться в писателя. Да, писателя. Вот у вас уже две книги вышло, говорят, что третья на подходе. А задумки есть еще шести романов. И надо сказать, что первый роман вошел в топ-10 самых продаваемых книг в Латвии по обзору «Латвия с грамота», с чем, кстати, поздравляем, пользуясь случаем. Итак, второй роман женский, дамский, но детективный при этом. До свадьбы еще надо дойти. Кстати, я понимаю, что он в двух вариантах, в латышском и в русском продается. Да, да, обязательно. Эта идея у меня возникла с самого начала, когда я начала писать. И я не ошиблась. Потому что мои книги востребованы на обоих языках. И даже, на удивление, по продажам на латышском языке лидируют. И вот насчет второго романа, то это не совсем детектив. Но там есть нотки детектива. Нотки детектива и такой немножко закрученный сюжет. Но, опять же, это про любовь. И это добрая история. Но мой стиль, мне не хочется писать ни трэш. Мне не хочется писать какие-то душераздирающие страсти. Мне хочется, чтобы человек открыт мою книгу, погрузился в сказку, наверное. Я так это называю сказку для женщин. Насколько вот был вот этот шаг, решение написать книгу? Ну, я не знаю, это было импульсивно или это было желание попробовать себя совершенно в новой, в какой-то сфере? Вот почему? Да, на этот вопрос я ответить не могу, потому что это произошло молниеносно. Вечером у меня было невероятно плохое настроение. И не знаю почему, я села и написала какой-то маленький рассказик. Он и она. Я показала дочери, она сказала, мама, у тебя талант? На утро я проснулась, и у меня родилась идея для целого романа. Это произошло в течение трёх минут. То есть я утром проснулась, подумала, и оно получилось. И я в таком состоянии думаю, что я делаю. Но меня как будто что-то вело. Не могу объяснить. Я никогда не мечтала писать. Никогда. Более того, я думала, что это последнее, чем я займусь. Но сейчас я просто растворяюсь в книге. Я когда пишу, у меня прям настроение поднимается настолько. Я нахожусь в какой-то волшебной эйфории. Мне это очень нравится. А объяснить это я не могу. Вот просто оно есть и всё. И возникло оно вот как чудо. Доказательство того, что действительно ваш эксперимент удался и востребован. Книги-то читают ваши не только в Латвии, но и в Дании, Норвегии, Эстонии, России, Турции, Германии, Великобритании. Они, можно сказать, полмира зачитываются нашим авторам. Меня распирает гордость, если честно. Да, это было неожиданно, когда я увидела, что я попала в топ-продаж. Ну, может быть, люди соскучились по чему-то доброму. Потому что сегодняшняя ситуация в мире, она, конечно, всех очень расстраивает. Да, и, возможно, этот роман, он внёс нотку позитива, нотку чего-то доброго, хорошего. Потому что мне даже рассказывали историю, что мне редактор рассказала, что её подруга, её подруге сказала другая подруга, говорит, ты, говорит, купи эту книгу, не пожалеешь. То есть это какой-то вот такой поворот пошёл. И это удивительно слушать, удивительно, когда твои книги купили, чтобы почитать, а потом покупают в подарок. Это вот настолько здорово для меня, как для писателя. Это действительно, ну вот, невероятно счастливый момент. Потому что самое главное, конечно, чтобы людям нравились истории, которые я им предлагаю. А вот откуда берутся истории, откуда берутся персонажи? Я сразу вспоминаю фильм «Великолепный» вот с Бельмондо, где там писатель, вот он сидит, к нему приходит водопроводчик, который там ему что-то нагрубил. Он тут же этого водопроводчика выводит каким-то злодеем очередным, которого, значит, убивают. Но вот он вымещает вот всё, 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 всё. Вот наверняка ведь подруги, знакомые. У меня, знаете, у меня есть, конечно, я беру характер из реальной жизни. Из реальной жизни, и те люди, которые мне встречаются, я даже для того, чтобы им легче было, я вам скажу по секрету. Я меняю, допустим, зовут, допустим, героя Валдес, да, который вот мне чем-то запомнился. Чем-то запомнился. И я этого героя ввожу в роман и оставляю только первую букву, допустим, он был Вал, и стал у меня Вальдемар, да. Но мне сразу легче писать, у меня он в голове сидит, и я уже тогда пишу. Конечно, я не пишу реальные события, которые произошли со мной в жизни. Я беру именно посыл, вот что мне человек принёс в жизнь. И вот получается очень интересно, потому что мне легче тогда писать, и получается очень интересно. Многие говорят, я, говорит, узнал себя, я узнала себя. То есть, ну, каждый что-то в этой книге узнаёт. Елена, ловим вас на слове и ждём, что в одном из следующих романов появятся радиоведущие, ну, не знаю, Александр, Алексей и, прости, Олег, Олеся, например. Нет, мы обещаем узнать себя. Да, в моих романах пока ещё сюжеты, которые происходят на радио, не было, но это как вариант возможно, потому что всегда вспоминаются какие-то яркие события, и они попадают в книгу вот таким волшебным образом. Мы готовы проконсультировать. А скажите, Елена, вот я видел, очень интересно у вас на Фейсбуке такая, интересная форма вот популяризации книг, когда известные люди читают фрагменты вот из ваших книг. Вот как вот пришла идея вот такой вот формы популяризации? Ну, вы знаете, я всё время, я много читаю, так как я новичок в писательстве, я очень много читаю, как можно рассказать о своём романе. И поэтому идеи, они происходят, может быть, я что-то взяла в интернете, может быть, мне пришла просто идея, что это так можно сделать, потому что я всё-таки человек сцены, и я понимаю, что живой голос — это гораздо лучше. Тем более присутствуют аудиокниги, люди многие читают аудиокниги. Поэтому это всё вот как-то в совокупности оно происходит, и вот появляется вот так вот. — Да, ну, наверное, просто нам уже нужно заканчивать. — Нам уже нужно пойти что-нибудь почитать. Я, например, пойду у нас на первом этаже книжный магазин, я пойду за книжкой Елены Пальчевской. Да. — Вы знаете, есть удивительный парадокс. Вообще книга предназначена для женщин, но вы не поверите, у меня есть читатели-мужчины, и они мне пишут отзывы, сказали, что книга очень понравилась. Вот это для меня было реальное удивление. — Мне как раз нужен подарок на субботу, а потом сам возьму почитать. Вот таким вот хитрым способом. — Да, да, это вполне. — Для меня, конечно, у меня есть консультанты, и когда я пишу диалоги про мужчин, я советую, потому что я, конечно, не могу знать, как бы реагировал мужчина. Со стороны женщины легче стать, а вот со стороны мужчины тяжелее. Но теперь у меня есть консультанты, и вообще я очень много учусь, потому что каждая книга, каждый герой, он имеет какую-то свою профессию. И вот во второй книге вы так много узнаете про биологию, вы себе представить не можете. Мне даже пришлось диссертацию открыть, чтобы написать про эту коротконожку растения, которая присутствует в книге. — Дадите диссертацию свою или... — А за одну диссертацию написать? — Чтобы лучше проникнуться, потому что у меня героиня, она архитектор живых систем фермерств. Ну, то есть биолог, биолог-фермер. — Вот как все. — Внимание к деталям, оно на самом деле дорогого стоит. — Ну, не каждый писатель настолько будет заморачиваться. Елена, к сожалению, нам действительно пора завершать наш эфир. Огромное вам спасибо. Это была прекрасная беседа. Напоминаю, с нами на связи была иллюзиониста и писательница Елена Пальчевская. Второй роман «До свадьбы еще надо дойти». Буквально недавно появился в книжных магазинах. Мы считаем, что эта книга действительно достойна внимания. Внимание!